Тульский Арсенал 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 Обе команды вышли играть на победу. У меня к моим футболистам вопросов нет. Все-таки играть против лидирующей команды здесь на равных дорогого стоит. Не знаю, правда, какими критериями воспользовался судья, когда назначал от 11-метровых. Я думаю, что всегда хочется побеждать честно. И мне бы как тренер было бы стыдно, если бы мы выиграли с таким неоднозначным пеналитом. Но в целом еще раз хочется поздравить команду Арсенала с победой. Наверное, они заслуженно идут на первом месте. Впрочем, со стороны Арсенала главному судье тоже было немало претензий во втором тайме, когда игра накалилась до предела. Уфимцы пытались всеми силами сравнять счет, и моментов у них было бы достаточно. Довольно жесткий футбол, острые атаки. Тулики пришли в оборону. И несколько раз, можно сказать, чудо спасло их от гола. Очень тяжелая игра. Как я правильно сказал, много было борьбы, единоборств. Много единоборств вверху. Досконально разбирал, как обычно, соперника. И видел то, что играть эта команда против нас будет за счет длинных передач. И у них хорошие два крайних полузащитных, быстрых. Про качество игры я вообще не хотел сегодня говорить. Поскольку вы все знаете, я в том числе, как мы можем играть, как мы умеем играть. Но соперник нам сегодня не дал показать то, на что мы способны. На тот футбол, к которому мы способны. Я это имею в виду. И мне, как мне показалось, все-таки наша команда сегодня функционально не выглядела так, как она выглядела в предыдущих наших домашних играх. Это, в первую очередь, связывало с этими переходами, с синтетикой на траву. Арсенал сохранил за собой лидерство в таблице розыгрыша. В активе команды 20 очков. На втором месте по-прежнему Мордовия. На третьей поднялась Алани. А Уфа теперь на четвертой строчке. Следующий матч Арсенал проведет на выезде 18 августа в Назране с командой Ангушт, которая замыкает таблицу розыгрыша. На пресс-конференции журналисты не обошли вниманием отказ Дмитрия Оленичева с самарским крыльем советов. И поинтересовались его планами в отношении Арсенала. Мне бы хотелось, чтобы, во-первых, Тульский Арсенал вышел в премьер-лигу. Это первое. А второе, хотелось бы, чтобы все-таки команда в финансовом плане, вообще в будущем я наберу, этот год или последующий, в будущем, чтобы она была стабильна. Чтобы команда была в своей базе, свой автобус, поля и так далее и тому подобное. Если я все это увижу, если увижу заинтересованность властей, руководителей области, конечно же, я с удовольствием останусь здесь на долгие-долгие годы. Кира Черьевская, Александр Семенов, Вести Спорт.